я всех приветствую на youtube канале компании priority авто я снова рад видеть тебя мой уважаемый зритель мы возим автомобили и спецтехнику с аукционов японии и рассказываем о ней сегодня у нас просто красавец популярнейший экземпляр флагман на втором месте после toyota crown honda accord 2017 года это рестайлинг девятое поколение друзья выпускается с 2013 года до рестайлинге не могли определиться с кузовом был cr5 и cr6 cr5 располагал собой дополнительную батарею которую можно было зарядить от электросети ну и к слову я так и не встретил honda accord phv то есть cr5 на аукционах японии может быть она и к лучшему на самом деле и honda accord что в рестайлинге что в рестайлинге располагает всего двумя комплектациями lx и x и друзья это самый простой в подборе автомобиль для вас в этих двух комплектациях особо различий больших нету они обе в принципе топовые хорошие располагают кожным салоном но это опять же может быть как опция поэтому выбирая между lx и x я бы сказал что их более богатая до в изначальных опциях но и lx может доукомплектоваться опциями которые есть комплектации и x вот такая вот небольшая кашин здесь всем понятно принципиально в рестайлинге который пошел вышел появился с 2016 года изменилась оптика передняя задняя решетка радиатора немного изменилась если помните вдоль рестайлинге вот это honda дали бы honda она была такая здоровенная прям и в ней располагался то есть датчик слежения за полосой и до впереди идущего автомобиля также убрали ручку селектора переключения передач и появились кнопки но к этому мы перейдем немного позже вот почему-то мне кажется что в рестайлингах у японцев машины приобретают более агрессивный вид такого корда здесь можем обратить внимание что в оптике передние есть лет полоски и сколько секции в этой оптике я думаю сложно посчитать тут просто и кажется ну штук 10 также в задней оптике есть красивые лет полоски все это дело ночью очень красиво смотрится выпускаются в штате они на семнадцатых дисках выходят завода с клиренсом 135 миллиметров и подвеска у нас полностью независимая спереди у нас идет амортизационная стойка типа макферсона сзади на двойных поперечных рычагах как и любой автомобиль марки honda данный экземпляр просто изумительно держит дорогу находясь снаружи автомобиля мы можем еще увидеть небольшие такие мелочи парктроники у нас по кругу повторители в ушах и камера хотелось бы сказать для обгона но в японии она не нужна просто включаем поворотник и видим в слепой зоне что кто находится кто не находится ну тоже очень интересный салон еще посмотрим так и не появилась к сожалению газовых упоров под капотом все та же кочерга но и все тот же двух литровый двигатель единственное что улучшилось это добавилось две лошадиные силы инвертор изменения произвели в катушках я честно не знаю на что это повлияло но как факт у автомобиля есть плюс 2 лошадиные силы в рестайлинге когда мы двигаемся на нем дерзко себя ведем на дороге принципе это не ощущается так же как и до рестайлинг рестайлинг едет отменно и по сравнению с крауном допустим тем же мне кажется довольно резвее двигатель марки lfa работает в паре с вариатором ну в принципе как и в дорестайлинге также все это дело помогает гибридная установка на 135 киловатт и все в совокупе позволяет автомобилю расходовать около от 5 примерно литров на 100 километров как я и сказал прям глобальных изменений здесь нету все что изменили это в силовой части основные изменения там в системе спорт гибрид а ммд переработан электродвигатель уменьшены размеры масса литий-ион и батареи в итоге мощность и крутящий момент мотора немного выросли а общая масса уменьшилась примерно 30 40 килограмм что и позволило принципе больше экономить топлива и быть более резвым динамичным на дороге и так салоне нас встречает полный кожаный мульти руль управление аудиосистемы управления круиз-контролем у нас адаптивный круиз контроля это значит контроль до впереди идущего автомобиля и контроль выезда с полосы парктроники отключаемые также отключаемые контроли до впереди идущего автомобиля и выезда с полосы все то есть все на кнопках подрулевые лепестки в данном автомобиле обязательно так как у нас есть спорт режим и ручное переключение ну здесь просто без этого как будто не обойтись и тот самый селектор то переключение передач которого нету для места него появились кнопки парковка задний ход нейтрал к д ну и конечно же спорт режим у нас электрические стояночные тормоз подогревы передних сидений и вимод также у нас кнопка старт-стоп в любой комплектации раздельный климат-контроль на водителя на пассажира электропривод двух передних сидений и в целом у нас салон так комбинированный полукожа то есть центральные вставки у нас тканевые боковые поддержки идут кожные также кожаная отделка у нас под дверным картам по всей торпеде принципе я даже не замечаю тут каких-то пластиковых деталей прям ну минимум под дерево которые сделаны ну и из дополнительных карманов тут не совсем густо хороший широкий подлокотник он небольшой но сама крышка у него широкая также обшита кожи также из приятных опций у нас два положения памяти сидений все стеклоподъемники у нас автоматические электрические есть экорежим у данного автомобиля японец нам оставил видеорегистратор хороший из таких приятных мелочей камера которая уже говорил при включении левого поворотника включается камера на левом зеркале которая показывает слепую зону достаточно удобная вещь и как дополнение ко всему вышеперечисленному хорошая аудиосистема 6 колонок 4 у нас в передних дверях и две колонки у нас в задней полке в целом посадка у водителя довольно низкая на максимум если отодвинуться мне при моем высоком росте комфортно в целом комфортно но как у любой такой полу спортивной honda посадка такая как будто ты сидишь на асфальте но в целом удобно посмотрим что сзади слушайте ну шикарно то есть я сел даже не парись коленки не упираются в переднюю сидушку при условии что я там шикарно сидел потолков потолок я также лбом не упираюсь и одна интересная опция которая появилась именно в рестайлинге это подогрев задних сидушек то есть есть кнопка двух режимов подогрева заднего дивана над каждым из пассажиров есть своя люстра это очень удобно новая опция которая появилась именно в рестайлинге 9 поколения это подогрев заднего дивана два положения подогрева что делает этот автомобиль еще более комфортным подлокотник у нас между сидящими с подстаканниками больше из таких опций на заднем ряду ничего нету в этом плане наверно он и уступает флагману седанов toyota crown ну не настолько напичкан все-таки чем дает багажник у нас без особых изменений с кнопки можно его также открыть снаружи не только изнутри ну и здесь место не прибавилось не убавилось полка у нас также дополнительная осталось которая удерживает 7 килограмм ну из набора также компрессор с гелем домкрат дополнительный отсек под ваши нужды и все то есть при стайлинге ничего не поменялось также все осталось как и в дористи ну что ж довольно необычно на самом деле вот эти кнопочки то что все режимы у нас любой режим drive нейтрал к задний ход парковка все это кнопки довольно непривычно максимум я встречал кнопку парковки это на приусе и на визелье шат ну в общем вы поняли здесь же в рестайлинге появились и кнопки и в следующем поколении они сохранились я впервые увидел именно в десятом поколении такое новшество потом только попал ко мне в руки сер 7 ну что ж просто нажимаем drive и поехали опять же включаем камеру которая нам помогает отъехать с обочины не забывая пристегнуться к и резвый но опять же вот как говорю на скорости дорогу прям очень хорошо держит конечно у нас резина достаточно низкопрофильная поэтому эффект от удержания в полосе он еще лучше но в целом все это всему вину это ходовка то есть у хонды такая ходовка структура ходовки делают инженеры чтобы машина хорошо держала дорогу вот как в простонародье то есть как на как на рельсах как по рельсам машины и при этом достаточно динамично и это пока в режиме драйв сейчас мы попробуем перестроиться и переключиться в режим спорт так сейчас пропустите пропускает нас автомобиль но все равно мотору пока чувствуется как будто задушен он немножко мотор включаем режим спорт и пробуем еще раз и прям как будто раскрывается вообще супер разгон для него дается вообще молниеносно очень хорошо набирает скорость ну и вот он достать но вот из-за того что ходовка рассчитана на удержание дороги она достаточно жесткая кстати у нас на приборной панели показывает знаки видит знаки скорости видит знак кирпича вроде все больше ничего не видит слушайте но одна спорте эффект прям очень хорошо ощущается если мы просто на драйве вот ты чувствуешь как он машину вытягивать снизу стоит включить режим спорт он как будто и и сразу подкидывает наверх а туда ну и плюс если воспользоваться лепестками эффект от спорта он еще более внушительный ну то есть кто на ездил на механической коробке передач понимает о чем я говорю но так я вам скажу дорогие друзья что не часто не часто вам придется пользоваться лепестками вот на своем опыте знаю они есть ты про них просто забываешь ездишь просто в режиме драйв так что это просто как дополнительная опция до многих у многих автомобилей сейчас опция вот это есть подрулевые лепестки так что я не думаю что она сыграет решающую роль при покупке автомобиля что же касается цен на данные автомобили honda accords и сер седьмом кузове стартуют они где-то от 1 миллиона 700 тысяч рублей данный же экземпляр три с половиной балла 100 тысяч километров пробег более чем адекватные состояния хорошего данного автомобиля вышел в 1 миллион восемьсот десять тысяч рублей если же вы рассмотрите кузов cr6 то года четырнадцатого пятнадцатого можно попробовать взять в один миллион четыреста в один миллион пятьсот но на cr7 сразу вот плюсом идет 300 400 тысяч к этому нужно быть готовым пишите обязательно в комментариях как у японцев получилось то девятое поколение аккорда мне допустим зашло шестое поколение не зашло седьмое и восьмое а вот 9 прям понравилось в рестайлинге прям зацепил еще и был в японии увидел десятое поколение так это просто бомба ссылку оставлю в описании захотите посмотреть но вам большое спасибо за просмотр увидимся в новых роликах по ценам кстати если хотите посмотреть всегда есть ссылка в описании на большой каталог на нашем сайте всем удачи пока компания priority авто надежный поставщик автомобилей с аукционов японии подбор автомобиля покупка доставка растаможивание priority авто ваш надежный поставщик